Российские звезды, которых не стыдно показать западной публике, дикие танцы шаманов и тонны воды на сцене. Творческий тандем Игоря Крутого и Алексея Сичинова вновь удивил роскошным зрелищем церемония закрытия чемпионата мира по водным видам спорта в Казанской Татнефть-арене. Украинцы «Квест Пистол», «Стрео Джубок» с казанскими корнями, звезда последнего Евровидения Полина Гагарина и Сергей Лазарев стали основными хедлайнерами интерактивного водного шоу. Водного в прямом смысле слова. Воды и на сцене, и в зрительном зале было много. Кстати, все зрители были одеты в белые дождевые плащи, которые получили на входе. Это очень здорово, что в этот раз в конкурсе победил Чистополь, и нам дали два пригласительных. И очень жаль, что только два. Потому что если бы была возможность на эту церемонию пригласить больше чистопольцев, я думаю, и восторга было бы больше. Потому что то, что мы видели в Татнефть-арене на закрытии, это не описать словами. Это восторг, это эмоции, это гордость за родной Татарстан, это гордость за Россию. Ольга Добронравова из Чистополя получила заветный билетик на шоу благодаря своей настойчивости. Она победила в конкурсе фотографий «Мои достижения, достижения Татарстана». Общественное движение вместе с президентом наградило ее билетами на церемонию за ее эссе и фотографии выдающихся земляков чистопольцев. Вообще же желающих попасть в Татнефть-арену было гораздо больше, чем смог вместить 10-тысячный зал. Впрочем, и телетрансляция, которая велась более чем на 100 стран мира, смогла передать великолепие происходящего. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей нашей страны за огромное доверие, которое предоставлено нашей столице. Огромные слова благодарности нашему президенту Владимиру Ивановичу Путину и представителю проекции Дмитрия Анатольевича Медведева. Кстати, лидер республики Рустам Миниханов и министр спорта России Виталий Мутко были удостоены золотых орденов Фина за высокий уровень подготовки и проведения водного мундиаля. И тем, кто понесет знамя Фина за нами, Будапешту, придется очень постараться, чтобы превзойти Казань. Сергей Шерстнев, Роман Фенин, Телеканал Эфир.